Добрый день, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и наш сегодняшний гость – профессор Казанского Федерального Университета, руководитель научно-клинического центра прецензиозной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета, Резванов Альберт Анатольевич. Здравствуйте, Альберт Анатольевич! Вы сегодня являетесь, пожалуй, самым желанным гостем в авторстанских СМИ и востребованным экспертом. Почему? Потому что ваша группа является разработчиком вакцины против COVID-19, единственной, видимо, в авторстане, если не ошибаюсь. И мы сегодня поговорим как раз на эту тему и охватим проблематику, связанную с бушущей в нашей стране эпидемией и в нашей стране и в мире. Предлагаю начать наш разговор с вот такого вопроса. Десять лет назад Казанский Федеральный Университет начал развивать направление медико-биологическое. Вложилось очень серьезное средство и в кадры, и в оборудование, и в лаборатории. Сегодня, когда к нам нагрянула беда, как эти вложения, насколько оказались они востребованы именно в этой обстановке, в этой ситуации. И что бы было, если бы медико-биологическое направление в свое время в университете не было бы признано приоритетным и не стали бы вкладываться, а вложились в что-то другое? Ну, биомедицина во всем мире является одним из основных драйверов развития. И неудивительно, что когда Казанский Федеральный Университет организовался и утверждал свою программу развития, биомедицина стала одним из этих драйверов развития. И действительно, за эти годы удалось создать очень серьезную научно-техническую базу на уровне лучших университетов в мире и кадровый потенциал. Но здесь я хочу сказать, что мы занимаемся не только инфекционной тематикой, а мы занимаемся всеми основными причинами слимертности населения. Это и онкологии, и сердисосудистые заболевания. Хочу сказать, что от этих заболеваний умирает гораздо больше людей в мире, чем от инфекционных заболеваний. Но те компетенции, которые мы создали в Казанском университете, позволили, в общем-то, включиться и в эту важную тематику. Ну, хотя это тоже не на пустом месте. Мы занимались, например, геморрагическими, и сейчас занимаемся геморрагическими лихорадками. Это для нас эндемичная геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или мышиная лихорадка. И, в принципе, нам вот РНК-вирусы очень знакомы. Я чувствую сейчас в эти дни именинником вопрос не только в отношении того внимания, которое к вам оказывают СМИ, поскольку действительно, ну, эпидемия, паника по этому поводу есть. Меры серьезно предпринимаются, очень непривычные для большинства людей, шокирующие. А у руководства университета и, в первую очередь, наверное, у органов власти, которые эти меры предпринимают, вы чувствуете востребованность, свой интерес к вам? Вы выступаете экспертами у них? Можно ли об этом поговорить? Ну, в первую очередь, все-таки мы сейчас оказались востребованы частным сектором. Для финансирования проектов по COVID-19 нам удалось привлечь частное финансирование со стороны автономной некоммерческой организации, научно-исследовательский центр ДНК, плюс другие коммерческие структуры постоянно проявляют интерес. Нам удалось со своей стороны все равно выйти с несколькими инициативами. Во-первых, это и по созданию лаборатории по диагностике коронавирусной инфекции. И сейчас мы заканчиваем лицензирование и запуск этой лаборатории на базе Казанского федерального университета. И выйти с инициативой в республике по созданию банка плазмы переболевших коронавирусной инфекцией. То есть эта плазма содержит антитела, которые способны нейтрализовывать вирус, и может быть использована для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. И уже сейчас республика прислушалась и издал приказ Минздрава Республики Татарстана по организации работы этого центра. Буквально на днях в Москве было объявлено, что люди, переболевшие COVID-19, издающие кровь, будут получать при этом очень нехорошие, достаточно приличные премиальные. Вот об этом идет речь, да? Да, но в нашем случае забор крови будет осуществляться центром крови в Республике Татарстан. Казанский университет будет осуществлять научное сопровождение проекта, помогая именно тестировать наличие антител. А по поводу финансового вопроса, честно говоря, я не знаю, как это организована работа с донорами. А насколько эта плазма с антителами, насколько она эффективна, это уже доказано. А эффективность этого метода лечения, переливания крови, вот с небольшим больным. Американский регулятор FDA, в общем-то, одобрил этот протокол лечения для тяжелых больных. И здесь нет ничего нового. Это, в общем-то, одна из классических схем терапии сывороткой или плазмой переболевших больных. Поэтому нового в этом ничего нет. Насколько это эффективно, покажет только время. Но на данный момент, по крайней мере, эта процедура является безопасной. И есть все шансы, что она действительно поможет тяжелым больным. То есть пока, как панацея, это не против COVID-19, это еще не доказано? Нет. И это пока показано только для тяжелых больных. К счастью, тяжелых больных среди заболевших относительно немного. То есть порядка 15% болеют средней тяжести, и только около 5% болеют тяжело при COVID-19. Но и эту терапию нельзя использовать как общедоступную терапию. Все-таки это экспериментальная терапия, и только для тяжелых больных. Вы знаете, ваша группа была заявлена в качестве разработчика вакцины. В России, на самом деле, во всем мире началась гонка по разработке вакцины по COVID-19. Различные лаборатории объявляют о том, что они создали прототипы. Когда такая вакцина может появиться, и каковы шансы вашей лаборатории, вашей группы на создание подобной вакцины, и чем ваши подходы отличаются от тех, что используются в других местах? – Действительно, сейчас во всем мире уже более 80 заявленных разработок по вакцинам. И уже однозначно более десятка находятся на различных стадиях клинических исследований, то есть уже на добровольцах. И в России уже тоже есть несколько разработок, в том числе и первым был новосибирский центр «Вектор», который заявил о разработке нескольких различных вакцин. Все группы используют разные подходы. Чаще всего это классический подход использования очищенных белков коронавируса. А уникальность нашей разработки, что мы используем все-таки подход ДНК-вакцины, то есть на основе рекомбинатных ДНК. – То есть генетические у вас технологии? – Да, это генетическая технология генной инженерии. Когда мы берем геном вируса, в общем-то, в цифровом его виде, на компьютере буквально вырезаем куски этого генетического кода, сшиваемых вместе, создавая своего рода техническое задание для синтеза уже самой вакцины. И эта вакцина, она несет не весь вирусный геном, а только отдельные его гены. И если эту вакцину ввести в организм, клетки человека, например, считают эту генетическую информацию как дополнительный информационный код, генетический код, начнут производить белки коронавируса, а организм будет узнавать эти белки как чужеродные и вырабатывать иммунитет против вируса. Такой вот подход ДНК-вакцинации и применения сразу нескольких вирусных белков на данный момент мы считаем, что это наше уникальное предложение. Важно, что очень много научных групп занимаются проблемой создания вакцин, потому что никогда не знаешь, какая из технологий окажется наиболее успешной, наиболее дешевой, масштабируемой. И будет плохо, если ты поставил все на одну разработку, а потом она внезапно сошла с дистанцией по каким-то причинам либо эффективности, либо безопасности. Всегда нужно иметь козыри в рукавах, то есть скамейку запасных проектов. И мы надеемся, что, да, мы вступили в эту гонку относительно поздно, но мы надеемся, во-первых, что наш подход позволит отработать новую технологическую платформу для будущих вакцин, если таковые понадобятся. Они наверняка понадобятся, потому что это не последняя инфекция, не последняя эпидемия. А во-вторых, это и компетенции коллектива наши, и опыт по разработке вакцин на будущее. На какой стадии находится разработка вакцины? Во второй половине мая мы надеемся получить уже прототип вакцины в лаборатории и сразу же приступить к тестированию на культурах клеток и на лабораторных животных, чтобы показать, что в крови этих животных после вакцинации будут вырабатываться антитела против коронавируса. То есть если этот этап, лабораторный этап, пройдет успешно, то реально подобная вакцина может появиться когда? На самом деле разработать вакцину – это не так уж и сложно. Любой высококвалифицированный ученый способен чисто технически и теоретически создать вакцину. Другое дело, что самый длительный, самый ответственный этап – это как раз тестирование и на лабораторных животных, и просто на лабораторных животных, чтобы посмотреть иммунный ответ, и на способность вакцины подавлять вирус, инактивировать вирус. Но самый-самый сложный этап – это, конечно, клинические исследования, когда нужно показать не только эффективность, но и безопасность вакцины. Ведь по сути своей планируется вакцинация всего населения. И если здесь допустить ошибку, то последствия могут быть… Тяжелее, чем сама проблема. Ну, я не думаю, что тяжелее. Все-таки сейчас вакцины и технологии стали очень безопасными. Но в любом случае нужно перестраховаться и убедиться, что все работает идеально по возможности. Ну, то есть, если в мае будет готова прототип вакцины, то год еще, да, где-то так? Ну, к концу лета мы закончим тестирование на животных лабораторных. И в это же время мы уже после того, как получим первые результаты, начнем искать индустриальных партнеров и партнерские организации, у которых есть разрешение на работу с живым вирусом. Посмотрим, удастся ли привлечь интерес к нашей разработке. В Сатарстане есть такие организации, которые могут вакцину производить в промышленном масштабе? По нашей технологии нет. И более того, у нас, я боюсь, нет организации, которая имела бы право на работу с живым вирусом. Есть, конечно, вот в Неви, в пригороде Казани. В Задербушке. Да, да. Они работают с особо опасными инфекциями. Но каждая из инфекций требует отдельного разрешения и, по сути, почти отдельной лаборатории. Поэтому перепрофилирование таких учреждений – это все-таки очень серьезный процесс. С другой стороны, в России есть организации, у которых уже сейчас есть разрешение на работу с этим вирусом. И мы будем с ними связываться и искать возможности кооперации дальнейшей. В частности, вектор, наверное, да, это новосибирский? Есть вектор новосибирский. Самый известный, самый раскрученный. Есть институт вакцины сывороток в Санкт-Петербурге. Есть институт Гамалеи в Москве. То есть таких организаций, ну, по пальцам одной руки, но в России они есть. А как последствия эпидемии, возможно ли, что в Казани на базе КФО будут открыты подобные лаборатории и центры, которые будут работать уже с живыми вирусами? То есть это, насколько это нужно и востребовано? Мы были бы только счастливы, потому что все эти годы мы работали, но работали не с живым вирусом, вот по ГЛПС, а работали только с убитым материалом от мышей, например, отловленных, или от пациентов, помогая проводить эпидемиологические исследования в Республике Татарстан. Конечно же, наличие такой лаборатории было бы актуальным, но это очень серьезные финансовые затраты. посмотрим, какие будут приняты решения, надеюсь, уже после окончания этой пандемии. Но я вот, в принципе, в Америке работал в лаборатории с геморрогическими лихорадками третьего уровня опасности, это по американской системе, по российской системе, это второй класс патогенности. И у меня в лаборатории сейчас работают приглашенные ученые в рамках программы 5-100, программы повышения конкурентоспособности, то есть ученые с огромным опытом работы с такими вирусами. И, конечно, нам не хватает такой вирусологической лаборатории, но посмотрим, как будут развиваться события. А вот смотрите, вирус, вакцина от него будет готова в лучшем случае, да? Вот даже те конца раньше, это конец года, это начало следующего года. Возможно, к тому времени пандемия просто закончится. Есть разные прогнозы. Вот недавно в журнале Science опубликовали исследование, где они смоделировали, что, в принципе, это может продлиться до 2024 года. Более оптимистичные прогнозы, что пик мы пройдем летом этого года. Но опыт предыдущих пандемий показывает, что есть разные варианты развития ситуации. Вот Испанка, например, вирус гриппа в начале 20 века, там было три основных волны вируса. Другие вирусные инфекции проходили в одну волну. Только наблюдение, опыт покажет, как будет развиваться ситуация. Но нам нужно быть готовым к любому развитию событий. Я к чему говорю о том, что это удаленные достаточно результаты получения вакцины. И не факт, что она вообще будет востребована. Потому что вот буквально неделю назад или чуть побольше было объявлено, что в Германии уничтожили весь запас вакцин, которые были приобретены за большие деньги. Это был стратегический национальный запас. Это, по-моему, против то ли атипичной пневмонии, то ли вируса свиного гриппа. То есть 2009 года была эпидемия. В общем, она Германию особо не задела. Свиного гриппа, да. Но панику навела большую. И правительство Германии, и правительство многих стран закупило вакцину для вакцинации населения. В итоге эта вакцина отлежалась на складах, закончилась в трех годности. И вот на днях в разгар уже другой эпидемии они просто ее сожгли. Такая может случиться ситуация? Борьба с инфекциями – это всегда борьба щита и меча. И, к сожалению, чаще всего мы реагируем на угрозу, а не предвидим ее. То есть вот появилась инфекция, все бросаются срочно разрабатывать вакцины. Иногда уже становится поздно. Инфекция ушла, вакцина осталась невостребованной. Именно для этого очень важны эпидемиологические исследования. То есть предсказать, что же в природе может возникнуть, и заранее создать необходимые, может быть, не запасы вакцин, но, по крайней мере, технологии для борьбы с этими инфекциями. Вот, например, самый хороший пример – это сезонный грипп, когда ученые и врачи предсказывают, какой штамм будет доминировать, и заранее создают вакцину. Ну, чаще всего все-таки удается предсказать, но иногда предсказание не полностью, например, сбывается. Но в этом случае все равно, даже если вакцина оказалась не на 100% в цель, все равно эта вакцина, как показывает практика, снижает тяжесть протечения и любого другого гриппа, потому что есть определенная кросс-реактивность между штаммами гриппа. С другой стороны, очень важно иметь готовую технологическую платформу, которая как раз может быть очень быстро использована для создания вакцины. То есть, вот, например, ДНК-вакцины – это один из примеров, что тут можно буквально в течение месяца создать новую вакцину. И если протестировать эту технологическую платформу, показать, что она безопасна и эффективна, то в будущем можно даже сократить стадию клинических исследований для того, чтобы быстро вывести вакцину на рынок. То есть, по сути своей, у нас бронепоезд должен постоянно стоять на запасных путях. Вот смотрите, Татарстан сейчас достаточно активно мелькает, в том числе и федеральной информационной повестки, связанная с эпидемией. Тест-системы местные из Татарстана появились. Помимо того, что у нас достаточно эффективные были приняты меры карантинного характера, ну, это административные меры, которые потом, кстати, копировались, в том числе и в Москве. Но вот именно та медицинская часть, она тоже представлена. И вот что вы знаете о этих тест-системах, изготовленных в Татарстане, почему я спрашиваю? Потому что жалобы идут на тест-системы векторовские. Там достаточно высокий процент ложно-отрицательных или ложных результатов, там процентов 30, а некоторые на самом деле говорят, что и больше может случаться. То есть, это, по сути, кидание монетки, да? Ну, не совсем уж кидание монетки. И если пару слов сначала о векторовской системе сказать, что она действительно не самая чувствительная на данный момент, и основная проблема, что у нее нет внутреннего контроля. То есть, дело в том, что забор материала – это тоже очень ответственная процедура. Вот для того, чтобы забрать материал для тестирования на COVID-19, нужно ватным тампоном глубоко залезть, буквально на 6 сантиметров, этот тампон ввести в нос, чтобы там поскрести, собрать материал. Это больно. Это не очень приятно. Бывают и более неприятные процедуры. Но если неправильно собрать этот материал, то у тебя просто не хватит материала для тестирования. Так вот, векторовская система, к сожалению, не имеет контроля, который бы показал, что достаточное количество материала было взято. Более того, векторовская система – это только самый последний этап анализа генетического материала. Есть еще этап выделения этого генетического материала из клинического образца. И здесь все это делают разными наборами реактивов. И это тоже этап, где возможна человеческая ошибка. А так как последняя стадия тестирования не содержит внутреннего контроля качества, то отрицательный результат может быть следствием как плохого забора материала, как проблемы с выделением генетического материала из клинического образца, так и низкой чувствительности самой системы. И все эти факторы, к сожалению, сложились, что в конечном итоге эффективность системы оказалась не самой высокой. А помимо вакцины, которую разрабатывает ваша группа, вы тест-системами занимаетесь? Да, мы разрабатываем и собственную тест-систему на основе тестирования на наличие антител против коронавируса. То есть не самого вируса, а иммунного ответа на коронавирус. Эта система чем интересна? Ну, ее все равно можно, конечно, использовать и для диагностики инфекции, но она чуть хуже, чем генетические системы для этого. Дело в том, что антитела в крови появляются где-то через 5-7 дней после начала заболевания. И именно в это время, но при этом только пока они детектируются, их можно обнаружить только примерно у половины больных. В то время как с помощью генетических тестов как раз можно обнаружить наличие генетического материала у 70-80% заболевших. Но вот уже через 2 недели после начала заболевания почти у 100% больных наблюдается антитела против вируса. И здесь наша система на основе антител позволит определить людей, которые переболели этой инфекцией. А значит, есть мнение, что эти люди будут устойчивы к инфицированию. То есть они вышли из зоны риска? Они выходят из зоны риска. По сути, можно даже задуматься о разработке иммунологических паспортов. Так же, как вот есть паспорт прививок, можно сделать паспорт на наличие антител. А значит, они уже не так подвержены вирусу. И можно, например, вовлекать этих людей на социально значимых объектах, на объектах критической инфраструктуры. Потому что, скорее всего, они уже не заболеют и не... Я понимаю, даже они могут выйти на работу, получить паспорт и показывать в пилиции. Потенциально, да. То есть вот как раз сейчас мы... Ну и во всем мире проводятся исследования такие. И Казанский университет, в общем-то, как раз очень активно подключился к этой тематике. И мы разрабатываем как стандартную технологию, так называемый иммуноферментный анализ или ИФА. Но для этого анализа требуется специализированная иммунологическая лаборатория. Так и тест-полоски. По сути своей, это гибрид между глюкометром и тестом на беременность. То есть нужна капелька крови, наносится на полоску, как на тест на беременность. И если одна полоска, это контроль, что тест сработал, значит, у человека нет антител к вирусу. Если две полоски, то у него есть антитела к вирусу. А значит, он либо сейчас болеет, если он пришел с симптомами в больницу, либо он в недавнем времени переболел этой инфекцией. Учитывая, что по последним данным до 80% переносит инфекцию COVID-19 незаметно для себя, без каких-то там внешних проявлений, и переболевает, не переходя в тяжелые формы, или сложные формы, даже заметные формы, то мне кажется, это появление такой-то системы, которая будет действительно полоской от беременности, она будет чрезвычайно востребована. Потому что действительно может вывести большую часть даже экономики из-под удара. Ты будешь пока вслепую, мы закрываем всех, когда есть возможность массу людей уже отправить, зарабатывать деньги, поддерживать оборудовательные страны, и массу-массу других общественно полезных действий проводить. Мы тоже это уже заметили. Интерес к вакцине есть только у СМИ. А вот интерес к тест-полоскам у нас уже есть несколько и корпоративных клиентов, и инвесторов, с которыми мы сейчас проводим переговоры. То есть бизнес всегда голосует рублем. И в данном случае тест-полоски как раз вызывают очень большой интерес со стороны разных бизнес-структур. Когда эти тест-полоски могут появиться, по вашему прогнозу? Именно в вашей разработке под брендом Казанского федерального университета? Ну, возможно, первую тест-систему, которую мы все-таки запустим, это будет классическая ИФА. То есть на планшетах, а не на полосках для иммунологической лаборатории. И первые результаты мы надеемся получить уже к концу этой недели, если все пройдет хорошо. Сейчас мы нарабатываем белок коронавируса в нашей лаборатории, который как раз и будет сердцем этой тест-системы. По тест-полоскам сейчас наш индустриальный партнер проводит закупку оборудования, то есть для пилотного производства этих тест-полосок. Надеемся, что в течение трех, максимум четырех недель это оборудование будет доставлено в Казань. В это время мы уже сейчас будем обкатывать технологию, условно говоря, делая самокрутки этих тест-полосок, отрабатывая основные технологические этапы. Когда придет уже оборудование, мы сможем масштабировать наш процесс на мелкосерийное производство и получить первую опытную партию, после чего уже зарегистрировать эту тест-систему, получить регистрационное удостоверение, и тогда мы сможем применять эти тест-полоски в клинике. То есть я думаю, что... Завалить всю страну можем? Ну, скажем так, пиковая производительность ключевого прибора составляет 12 тысяч полосок в час. Ну, понятно, что пулемет тоже стреляет тысяч выстрелов в минуту, только кто ж ему даст стрелять 24 часа в сутки. Также и здесь есть ограничения с подтаскиванием патронов к этому оборудованию. Но теоретически производительность весьма и весьма неплохая. Но только практика покажет, какая же будет у нас реальная производительность системы. В начале нашего разговора я уже говорил, спрашивал о том, что если бы 10 лет назад Казанский федеральный университет не вложился бы в медицинское направление в таком объеме, в таком масштабе, что вызывало все время споры, кстати, то сейчас бы, правильно понимаю, у нас бы не было ни тест-системы разработок, ни разработок вакцины. Ну да, ответ на этот вопрос очевиден, поэтому очень важно предвидеть, какие тематики будут востребованы в будущем и работать на опережение. В данном случае мы правильно вложили ресурсы, сработали на опережение и уже сейчас не реагируем, а активно применяем разработанные технологии для новых вызовов. Более того, хочу сказать, что активное направление по вакцинам началось в конце 2016 года, то есть у нас уже созданы образцы вакцин, например, для геморрагической лихорадки с почным синдромом. Просто, к сожалению, на тот момент государство, скажем так, не очень сильно поддерживало такие направления, и нам приходилось это делать в инициативном порядке. Вот хорошо, что у Казанского университета были ресурсы в рамках проекта 5.100. То есть по геморрагическим лихорадкам с почным синдромом, по хантавирусам наш коллектив является одним из ведущих в мире. И эти компетенции сейчас мы смогли применить для нового вызова, для новой инфекции. Можно ли, условно говоря, прийти к вам и сказать, мне нужна вакцинация по этой теме, я живу в загородном доме, где достаточно контактов, вполне могут случиться контакты с, в том числе, с этими грузунами, я могу заразиться. Вам можно прийти и сделать вакцину, и после этого уже никогда в жизни не болеть? Вот пока нет. У нас есть только прототип вакцины. Как раз необходимы, у нас есть хорошие результаты по исследованию на животных, пока без инфекции, но вопрос коммерциализации всегда самый больной вопрос. Дело в том, что проведение полноформатных доклинических и клинических исследований требует сотни миллионов рублей. А для этого нужен рынок. Рынка для геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ну, скажем так, он весьма и весьма ограничен, и поэтому крупные игроки, большая фарма в этом не заинтересованы. А если нет денег, значит, нет и интереса. Государство могло бы, конечно, вкладываться в такие проекты, но тут уже, скажем так, вопросы больше политического и экономического плана. Какие приоритеты у государства и кто эти приоритеты утверждает? Возвращаясь к COVID-19, мы поговорили по вакцине, которая разрабатывается в КФУ, мы поговорили о тест-системах, которые разрабатываются в КФУ. И, наверное, третий конь, да, вот по борьбе с подобными инфекциями, эпидемиями, это непосредственно лечение лекарства. Про плазму крови мы сказали, такой природный источник лекарств. А какие-то химии, метигментозные вещи разрабатываются в КФУ для борьбы именно с COVID-19? Мы вот только сейчас запустили один из проектов по созданию биофармацевтического препарата против этого вируса. По сути своей, это микровизикулы, микрошарики из мембран клеток, которые содержат рецептор для COVID-19, для коронавируса. И эти шарики могли бы выступать в виде ложных мишеней, на которые бы вирус... То есть он не на легкие, не альвеолы бы цеплялся, а на это... Да, да, на эти микровизикулы, микроскопические пузырьки с липучкой для вируса. Но этот проект находится сейчас на раннем этапе. Мы заказали реактивы. Надеюсь, через месяц мы приступим, как только они придут, эти реактивы, приступим к реализации. А вы знаете, вы как-то упомянули в нашем разговоре о том, что почему полезно было вакцинироваться от гриппа, даже если вакцина не попала под определенный штамп, потому что появляются какие-то антитела, которые в любом случае срабатывают, и течение больше инфекции слабее. А вот эти вакцины против гриппа, те люди, которые регулярно вакцинируются против гриппа, как на ваш взгляд, по ощущениям, я понимаю, что у вас исследований нет, но ваша интуиция как подсказывает. Они абсолютно не защитят от COVID-19. Вообще никак, да? Но хочу сказать, что все сейчас только говорят о COVID-19. На самом деле, еще до того, как коронавирус дошел до России, в России уже была эпидемия сезонная ОРВИ. То есть эпидемиологический порог был превышен. То есть люди и так уже болели сезонной, условно говоря, простудой, сезонными респираторными заболеваниями. И не COVID-19 только в едином живо человечество. Люди продолжают болеть и вирусом гриппа, и другими заболеваниями. Поэтому в любом случае вакцинация нужна против сезонных заболеваний. Сейчас в научном мире тоже идет вал информации по ковиду. Что вас заинтересовало из последних? Что для вас, так сказать, было интересным? Возможно, мы еще этому не знаем, а вы для себя поймали, что вот это да, это любопытно. Вот это превью статьи какой-то научной, или какая-то разработка лаборатории, где они объявили о том, что что-то создали. Можете сказать? Ну, здесь есть несколько публикаций. То есть немецкие врачи и ученые, например, напрямую столкнувшиеся с коронавирусной инфекцией, публикуются сейчас активно. И интересно, что, например, человек зараженный уже через сутки после заражения, когда у него еще нет симптомов, но он уже способен заражать людей вокруг себя. Вообще, то, что делает вирус этот особенно неприятным, это, во-первых, его достаточно высокая контагиозность, то есть способность человека заражать других людей. И этот вирус более заразный, например, чем вирус гриппа. Хотя далеко не рекордсмен среди инфекционных заболеваний, есть гораздо-гораздо более заразные заболевания. Но, как бы то ни было, по сравнению с вирусом гриппа, он чуть более заразный. А во-вторых, опять-таки, по сравнению с другими ОРВИ и вирусом гриппа, у него более длительный инкубационный период. То есть период, когда человек еще не чувствует никакого недомогания, у него нет симптомов, но при этом он болеет, он инфицирован, и в это время он может заражать людей вокруг себя. И вот эти вот два фактора, что человек ходит без симптомов, но способен заражать людей вокруг себя, и что он более заразен, чем вирус гриппа, эта комбинация и делает эту пандемию такой серьезной. Из спекуляций, это вот по поводу, например, искусственного происхождения вируса, что даже там Нобелевский лауреат сказал, что там есть куски вируса иммунодефицита человека. На самом деле это все фейк, это все как-то не имеет научного обоснования под собой. По мнению почти всех ученых, вирус все-таки имеет природное происхождение. И человечеству просто не повезло, что возникла такая вот неудачная генетическая комбинация, которая перешла от летучих мышей через какое-то промежуточное животное на человека, которая, во-первых, позволила перескочить с животных на человека, а во-вторых, что человек стал способен заражать других людей. Для многих других инфекций это не было свойством. Например, птичий грипп, он тоже был очень смертельный, например, но, к счастью, очень плохо передавался от человека к человеку. Или та же вот ГЛПС, мышиная лихорадка. Она достаточно заразная, можно от больных животных подцепить это в естественной среде. Но, к счастью, больной ГЛПС не способен заразить другого человека. В данном ситуации вирусу удалось, во-первых, перекинуться на человека, а во-вторых, приобрести способность перекидываться от одного человека на другого человека. Насколько этот вирус опасен с точки зрения мутации? Да, его способность самому мутировать. Обесценивать все усилия, связанные с вакцинами, разработками. Ну, это не обязательно уж обесценивать. Это нужно посмотреть, как будет развиваться. На данный момент еще не прошло достаточно времени, чтобы понять, насколько он будет изменяться генетически, и как это приведет к его, например, устойчивости к действию иммунной системы. То есть, насколько он будет уходить из-под выработанного ранее иммунитета? Или насколько он будет выходить из-под действия препаратов, которые против него разрабатываются? Но на данный момент пока еще нет ни вакцин, ни препаратов, поэтому только когда они появятся, мы сможем оценить размер бедствия. Если оно вообще существует. Ну, по вашему интуитивному, вот вы сравниваете, возможно, с гриппом, может сравнить с вирусом? Я думаю, что сравнение с гриппом это наиболее адекватное. И большинство ученых также считает, что это, как и грипп, он станет сезонным. И как и грипп, в принципе, возможно разработка вакцин, возможно сезонных вакцин, так же, как против гриппа. Но только опыт покажет, к чему нужно готовиться. Ну что ж, Аберт Анатольевич, время нашей программы подходит к концу. Был очень интересный разговор. Я надеюсь увидеть вас еще в нашей студии уже с презентациями, надеюсь, и новых лекарств, и новых вакцин, и новых тест-систем. В гостях у нас сегодня был профессор Казанского федерального университета Аберт Анатольевич Резванов и я, ведущий, журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин